Доброе утро! 3 часа утра, начался мой сегодня рабочий день. Е-мое, что что бурелось? Сейчас у нас время к пяти, а тут аваришь только, бампер валялся. Вот, 4,50, где-то 4,40. Что-то такое. И вот пробки через полторы мили съезд направо. Это по пятерке. Сейчас я еду. Вот пробки в 4, в 5 утра, в общем, грубо говоря, почти в 5 утра. Пробки по пятерке на юг. Мне надо быть в 5 часов на разгрузке. Мне осталось еще немного. В общем, что я хотел сказать, один из больших жирных минусов работы по локолу, по-моему, для меня, ну, и не только для меня, я думаю, для других, это то, что надо вставать ненормированно, очень рано, иногда в 3, иногда и в 2. Такое бывает очень часто. Иногда бывает и наоборот, встаешь, как обычно, белый человек, как бы залетел в 8, в 7, в 6. Когда в 6 я встаю, это вообще для меня, не знаю, это благодать. Это я высыпаюсь. Так что для тех, кто не любит рано вставать, эта работа такая, не подойдет, наверное, не по душе будет. Ну, есть локол, опять же, разный. Есть такой стандартный локол, да? Когда имеешь постоянные грузы, ты едешь, взял, подобрал груз в одном месте, в одно и то же время, и привез, должен перевезти его в одно и то же время, примерно плюс-минус. У тебя уже график, уже сформулирован, ты уже знаешь, во сколько ложишься, во сколько встаешь, во сколько приходишь, как по часам. В моем случае это не так. Я могу и вечером выехать, где-то могу и в обед выехать, и очень рано утром. Иногда и бывает такое, что иное, и не ночую дома. Очень редко, но бывает, в общем, по-разному. Блин, чё Америка-то не спившая? Пять утра. Ладно, надо не перестраиваться. На другой фривейк сходить. Не, на 205-й. В общем, я перестроился. Пять утра, три машины в ДТП попали. В такое несерьезное. Вон, у бампер отвалился. Стекло разбилось. В общем, надеюсь, что все хорошо. Кто не пострадал. Ну, машин реально, в пять утра, блин, даже еще пяти нету. Нафига. За что я не люблю? Не люблю я такие режимы. Работа, работа, блин. Мне это не нравится. Ну, уже привык, работаю, потому что либо надо что-то менять. Съезд на право. Выбора большого пока особо нет. Как есть выбор, но выбор всегда есть. Но пока меня все устраивает. В принципе, я привык. Продолжайте двигаться по маршруту. Всегда можно поменять. Всегда. В любой момент. Только нужно захотеть. То, что я переехал сюда, что тоже поменяли бы, да. Хотя можно было оставаться там. Также сейчас тоже можно поменять. Все кардинально. Вот так, оп, был дальнобойщиком. И поменял что-то в своей жизни. Стал строителем. Стал, не знаю, бизнесменом. Стал, что учиться. Стал, не знаю, медбратом. Пошел медициной. Пошел программистом. Это в руках каждого человека. Я не говорю именно про себя. Я вообще, в общем, так говорю, про ситуацию. Как-то так. Но меня пока все устраивает. В общем, работаю. Но, возможно, возможно, кто знает, что будет дальше. Я вчера в 9 лег. Хотя планировал 8, бля, но не получилось в 9. И сегодня так уже более милей выспался. 6 часов я спал. 6 часов мне уже хватает. В свое время, блин, я 9-10 спал, блин. Мне хватало. Чем больше спешит, тем больше хорошее. Блин, машин дофига, реально в педу, да? Специально в видео. Вот этот маленький кусочек для моего диспетчера снимаю. Вот, смотри. Я на пропускной. Сейчас буду делать чек-ин. Видишь, траки стоят. Там на стоянке тоже куча траков. Он там подъезжает. Передо мной. Сейчас перед этим еще два трака прошли. И, в общем, как я говорил, тут всегда очередь. Небольшая. Ну, сегодня сейчас 5 утра, да? Короче, всегда тут траки. Куча траков приезжает. Постоянно. В этот трейси, Коска. В общем, вот такие дела. Тут сейчас стоял я. Камеру просто поздно чуть включил. Стоит даже регулировщик. Показывает, куда ехать. Тут три полосы, да, чтобы заехать. Вон, раз, два, три. Правая полоса, это только для въезда. Это для личных, для ихних шамашек, своих же компонентских. Так, ладно, моя очередь. В общем, я внутри. Движуха тут идет полным ходом. Камера издексируется. Темно. Давай, 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 родная. Там у меня в зеркале. Черный, блядь. Месту до хрена у него, короче. Не может запарковаться. Пришел, говорит, материться. И сейчас позвоню в полицию, говорит, давай, убирай свой трак. Либо я позвоню в полицию. Я встал напротив своей двери, короче. Короче, п***. Траки приезжают один за одним. Одни выезжают, другие приезжают. Трак загорелась у меня красная лампочка. Сейчас будет разрушать. Так, расскажу эту ситуацию. То, что сейчас произошло. Вон там траки стоят, да? Вот здесь площадка такая. Тут такая специфика. В общем, подъезжаешь, становишься напротив своей двери. Места тут дофига. Либо, если дверь свободна, то открываешь на той площадке двери свои. И подъезжаешь в свою дверь. Либо тут заняты. Вот как сейчас я тут стою. Следующий трак придет на мою дверь. Он встанет напротив меня. Вон там впереди. И будет ждать, пока я освобожу дверь. И уеду, он запаркуется. В общем, этот с левой стороны встал где-то в районе напротив своей двери. И я подъехал, тоже встал в районе напротив своей двери. Расстояние между нами. Вот сейчас вот мы тут рядом очень близко стоим. Там было... В общем, он свободно открывал свою дверь. И там еще оставалось, не знаю, в общем, где-то метра два. Два с половиной, три даже, наверное, между нашими траками было. Места, в общем, дофига было. Он что-то делал, маневр делал. И в конце его кабина практически упиралась в мой трейлер. В конце моего трейлера, его кабина, как бы он так выезжал назад, и его кабина встала в конце моего трейлера. Рядом с моим трейлером. Но там место было где-то полметра. Там куча места, езжай себе назад, и потом разворачивались. В общем, вообще свободно. Короче, блин, чувак вообще из-за не имеет. Подошел, короче, говорит. Ты меня заблокировал, блядь, мазафака. Фак, фак, факен, юдуинг там что-то там начало мне. Фак, фак, факен, юдуинг там что-то, блядь. Короче, я говорю, у тебя там места дофига, ты чё? Он такой, говорит, убирай свой трак, а то я звоню в полицию. И орет, короче, капец, псих такой капитальный. А не молодой уже, старый, короче, чмок такой, блядь, ещё тонкий. Ещё у меня камера не фиксируется. Ну, блин, а как его ещё назвать-то, а? Понимаю, подошёл бы нормально, сказал бы. Убери трак, вот не получается, да. Подвинь, чё, без проблем, подвинул бы. А пришёл, сразу орать начал. Фак, инь, юдуинг там. Блядь, мазафака там, блядь. Что-то, короче, по этому. На американском, блядь. Давай, убирай свой трак, сейчас в полицию позвоню нам. Так что... Как он сказал, как я сказал, блядь. Вот такие чмошники тут есть. И таких немало. Могут и в полицию позвать, да, и за какой-то фигни вообще, да, там, когда можно решить, вообще, там, подойти, просто сказать. Блин, ну, бери просто, ну, спокойно, нормально, да. Они вот с таким наездом. Вот такие вот дела утренние, пятиутричные, утренняя разгрузка. Я не удивлюсь, если он уже в полицию позвонил, и сейчас скоро полицейский приедет. От многих слышал всякие истории. Бывает, что там запаркуешься просто на свою парковку, там, чуть заехал, наехал на белую полосу, да, там, обозначено. Все, сразу в полицию звонят. Или там сразу жалобы пишут. Короче, вот таких разных. Как с нашими, да, из СНГ, там, как-то можно в этом плане поговорить, все друг друга понимают. А вот в этом плане, я не знаю, я не понимаю. И вот. Везде свои плюсы и минусы такие. Раки уже подвалили. Так, меня разгрузили. Уже вот так траки тут стоят. Здесь какая-то визуга, куча траков. Здесь постоянно так. Не знаю. Оборот идет, товар идет. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Так, разгрузился я, все, я уже в Сакраменто. Светло уже. Вот у нас цена на солярку. Верхняя цена это на речку. И есть. Давайте у нас тут девять. Очередь такая. Капитальная, я вам скажу. Капитальная. Капитальная. Капитальная.